Добро пожаловать! В клинике Еужин мы знаем, что каждый шаг очень важен, каким бы простым он ни казался. Поэтому мы создали этот видеофильм, простое руководство, которое вы сможете посмотреть в любой момент. Он поможет вам вспомнить все шаги, которые мы вам объяснили во время посещения клиники. Задавайте любые вопросы, какими бы незначительными они ни были. Мы понимаем, что вы не каждый день проходите эту процедуру, поэтому постараемся ответить на наиболее частые вопросы, возникающие у наших пациентов. Подготовьте чистый стол, убрав с него все ненужное. Перед использованием лекарства тщательно вымойте руки. Достаньте лекарство из холодильника, положите его на стол. Положите его на стол. Снимите с ручки инжектора колпачок. Затем закрутите ручку и положите ее на стол. Возьмите катридж с пуригоном и протрите его металлическую часть салфеткой, смоченной в спирте. Теперь вставьте катридж с пуригоном металлической частью в желтый держатель, как показано на изображении. Прикрутите держатель катриджа к основанию ручки, убедившись, что стрелка совпадает с меткой. Обе части должны прилегать друг к другу. В противном случае снова закрутите ручку. После этого протрите кончик желтого держателя марлевой салфеткой, смоченной в спирте. Теперь возьмите иглу и снимите с нее защитную бумагу. Хорошо прикрутите ее к ручке инжектора. Поверните кнопку дозатора до щелчка. Осторожно снимите колпачок с иглы и положите его на стол. Постучите не сильно пальцем по ручке, как показано на изображении, чтобы пузырьки воздуха переместились в направлении иглы. Направьте инжектор иглой вверх и нажмите на кнопку инъекции, утопив ее до конца, чтобы из иглы вышло несколько капель. Теперь отрегулируйте дозу, назначенную вам врачом. Осторожно поверните колесико дозатора, чтобы установить точную дозу лекарства. Если вы ошиблись и повернули колесико слишком сильно, не поворачивайте его в обратную сторону, так как это приведет к потере лекарства. Продолжайте крутить колесико, пока не увидите отметку 450, то есть поверните его до упора. После этого нажмите на кнопку, утопив ее до конца, чтобы установить дозатор на 0. А теперь сделайте инъекцию. Возьмите дезинфицирующую салфетку и хорошо протрите участок кожи на животе. Зажмите пальцами кожу на животе, чтобы образовалась выступающая складка. Введите иглу и медленно нажмите кнопку инъекции. Осторожно выньте иглу и придавите зону укола в течение нескольких секунд, не делая движений. После ввода лекарства снимите иглу, которой была сделана инъекция. Открутите иглу, вращая ее против часовой стрелки. Поместите иглу в контейнер, который мы вам предоставили. В заключении, оденьте колпачок на ручку. Нужно ли хранить лекарства в холодильнике? Помните, вы уже убедились, что все намного проще, чем кажется. Частые вопросы. Нужно ли хранить лекарства в холодильнике? Всегда храните лекарства в холодильнике. Вынимайте его только, чтобы сделать инъекцию, а затем сразу же убирайте в холодильник. Обязательно храните лекарства внутри холодильника. Не оставляйте его в дверце. Нельзя хранить лекарства в морозильной камере. Можно ли вынимать лекарства из холодильника на время поездки? Да, лекарства можно вынуть из холодильника, однако желательно перевозить его в изотермической сумке, которая поддерживает температуру ниже 10 градусов. Можно ли вводить лекарства в другие участки тела, помимо живота? Живот – предпочтительное место для инъекций, однако существуют и другие части тела, в которые можно вводить лекарства, например, бедро. Можно ли использовать лекарства от предыдущего курса? Если лекарство хранилось в надлежащих условиях, его можно использовать до окончания срока годности. Нужно ли иметь какой-либо документ, чтобы перевозить лекарства в ручной кладе при путешествии на самолете? Обычно достаточно иметь рецепт и предписание врача на использование лекарства. Я наберу вес? Конечно, нет. У вас может возникнуть небольшое ощущение отечности, особенно в области живота и груди. Это следствие небольшой задержки жидкости, которую вызывает стимуляция. У меня начнут расти волосы на лице или появятся акне. Нет, вырабатываемые вашими яичниками гормоны не вызывают роста волос или появления акне. Изменится ли мой характер? У вас могут возникнуть симптомы, схожие с теми, которые бывают перед менструацией. Может быть, вы почувствуете, что стали немного чувствительнее. Смогу ли я заниматься спортом? Нет. Вы также должны будете избегать больших нагрузок. Нельзя бегать, прыгать и заниматься аэробикой. Можно ли во время курса лечения вести половую жизнь? Однозначно да. Однако, если вы почувствуете недомогание, вздутие живота, отечность и другое, половую жизнь лучше прекратить. Звоните нам по любым вопросам. Однако, если вопрос не срочный, делайте это в рабочее время с 9 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни с 9 до 13 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова